МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Правительственная связь». Сегодня в студии национального телевидения Чуваши министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Владимир Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте. Владимир Михайлович, один из самых обсуждаемых сейчас вопросов – это строительство автомобильной трассы М-12. Оно, кстати, уже началось, и когда начнется такой самый, скажем, массовый фронт, откроется? Ну, можно сказать, что уже практически началось. Но в основном идут сейчас подготовительные работы. Дело в том, что проектно-сметная документация будет гораздо позже. Мы где-то ждем в августе-сентябре текущего года с положительным заключением экспертизы. А пока идут подготовительные работы. В чем заключаются эти подготовительные работы? Это оформление земельных участков, по которым пройдет платная дорога. Это вырубка леса. Это заготовка инертных материалов, песка, щебня. То есть начинается уже перенос коммуникаций, линии электропередач. Вот эти работы уже идут. Два вопроса. Первый. Насколько у нас пострадают леса? То есть много ли именно участков леса подпадает под строительство? Ну, порядка 600 гектаров. Много ли мало? Я думаю, что это не так много. Но 600 гектаров тем не менее. 600 гектаров уже вырублено на сегодняшний день. И вырубка леса на сегодняшний день уже завершили. Много ли земельных участков попали под строительство, которые раньше были частными, принадлежали жителям? И как удается договариваться? Значит, работа идет в ежедневном режиме. Я думаю, что работа идет достаточно успешно, потому что крупных таких жалоб со стороны бывших владельцев данных земельных участков пока нет. Поэтому компания «Автобан» договаривается с бывшими владельцами или с сегодняшними владельцами данных участков. Но это не обязательно физические лица. Это могут быть юридические лица, всевозможные агрофирмы или даже земли муниципалитетов, с которыми тогда проще уже вести переговоры. Но так вот больших вопросов нет. Работа идет успешно. Давайте напомним основные параметры будущей трассы. Протяженность на нашей территории, маршрут. Сколько участков будет? Общая протяженность М12 планировалась порядка 729 километров. Дорога должна была пройти через Нижний Новгород до Казани. Но на сегодняшний день принято еще решение о продлении данной дороги. То есть она продлится до города Екатеринбург. Это дополнительно 970 километров. И вот этот участок от Москвы через Нижний Новгород до Казани будет строиться до 2024 года. А оставшийся участок до Екатеринбурга до 2027 года. То есть работа на нашей территории до 2024 года должна быть закончена. Да, просто я напоминаю о том, что на территории нашей республики протяженность трассы 94 километра. И попадает как бы два участка. Шестой и седьмой. Шестой участок это от границы Нижнего Новгорода до автодороги А151. Федеральной дороги в районе Комсомольского. На этом участке работает компания «Автобан». Дальше от А151 до границы с Татарстаном. Это 10 километров седьмого участка. Там работает строительная компания «Автодор». Как будет выглядеть эта автодорога? Какие технологии предполагается использовать? Четырехполосная дорога, скоростная. Ну, каких-то вот таких революционных, инновационных решений, наверное, нет. Используются, в общем-то, технологии уже, которые опробированы годами. Нижний слой асфальтобетона будут делать из ЩПС. Это щебеночно-песочная смесь. Верхний слой – это ЩМА. Щебеночно-мастичный асфальтобетон. Но, в принципе, эта технология, или щебеночно-мастичный асфальтобетон, он используется на всех практически сейчас федеральных дорогах. Кстати, я могу просто вспомнить историю. Дело в том, что, когда я работал генеральным директором Чуваш-Автодора, мы здесь, в Чуваши, в 2006 году впервые использовали этот щебеночно-мастичный асфальтобетон на взлетной полосе аэропорта нашего. Ну, так сказать, что это совершенно новая технология сейчас нельзя. Она пробирана, как я уже сказал. И вот эта технология будет использоваться. Полоса сейчас как себя чувствует? С 2006 года ни разу не ремонтировалась, не реконструировалась. И практически в первозданном виде, да? Ну, я сейчас затрудняюсь ответить, но не в первозданном виде, но в хорошем состоянии. Однозначно в хорошем состоянии. С этой новой автодорогой связаны какие-то определенные ожидания, да? Всем хочется, чтобы у нас была настоящая скоростная трасса, когда вот выехал, втопил и уже не отвлекаясь, не сворачивая. Это будет именно так? Можно сказать, да. А переходы какие-то, допустим, или защита от животных, шумоизоляция, как будет? Ну, так же, как и на всех федеральных дорогах, все это предусмотрено. Во-первых, скоростная дорога, все-таки предусматривается режим пробега, в этом случае 110 километров. Это зимний период, летний период можно ездить до 130 километров в час. Для того, чтобы не пострадали животные, предусматривается эко-духи и зверопроходы, так называемые, которые огораживаются решеткой, сеткой, для того, чтобы животные не попадали на проезжую часть. Кроме этого, после строительства, после завершения строительства участка, 94 километра, который пройдет через нашу республику, будет высажен вдоль дороги лес, высажены деревья. Ну, и в районе населенных пунктов предусмотрены шумозащитные щиты, для того, чтобы жителям тех населенных пунктов, рядом с которым пройдет эта дорога, не очень мешал шум и, соответственно, пыли. Как строительство этой дороги отразится на жителях Чуваши? Ну, в первую очередь, на автомобилистах, ну, собственно, и на всех. Как это на нашу мобильность повлияет? Будут ли какие-то ограничения? Нет, мобильность, это повлияет с самой лучшей стороны. Мобильность значительно улучшится. Во всяком случае... Это по окончании строительства, а в процессе? А в процессе нет, это никаким образом не будет мешать функционерам другим дорогам. Поэтому это никак не остановит другие дороги. Движение как продолжалось, оно так и будет продолжаться. Движение автотранспорта и железнодорожного транспорта. Никаким образом никак не отразится. На днях ваше ведомство сообщило об утверждении перечни дорог для восстановления после строительства трассы М-12. Объясните, пожалуйста, что это значит? Что случится с этими дорогами? Почему их придется восстанавливать? Ну, сейчас в процессе строительства, значит, будут перевозиться всевозможные грузы. Это инертные материалы, как я говорил вначале. Щебень, песок, это будут железобетонные изделия, трубы, все прочее. И, соответственно, будут задействованы те дороги, которые на сегодняшний день будут эксплуатироваться. Будут эксплуатироваться. Это региональные дороги, это местные дороги. Но с учетом того, что все-таки пойдет уже такой груженый крупногабаритный транспорт, конечно, наши, так скажем, дороги, как региональные, так и местные дороги, они не предусмотрены под такую нагрузку, они будут разрушаться. И для того, чтобы в дальнейшем эти же дороги восстановить, мы заключили сейчас соглашение из компании «Автобан», из строительной компании «Автодор». То, что после завершения строительства в 2024 году они берут на себя обязательство восстановить эти дороги. На сегодняшний день в этот перечень включено по шестому этапу 177 километров дорог, по седьмому этапу порядка 50 километров автодорог, которые должны будут восстановить. Но, кроме этого, сейчас прорабатывается еще такой механизм, эти же дороги нужно поддерживать в таком хорошем состоянии на сегодняшний день, потому что же ездит и пассажирский транспорт, автобусы, и перевозки школьников. И поэтому мы сейчас проговариваем такой механизм, что если какой-то участок будет разрушаться, мы должны как-то на это реагировать. То есть мы будем обращаться в компанию «Автодор» и «Автобан» с просьбой восстановить тот или иной участок, который разрушается в процессе эксплуатации этой дороги. — Кстати, вот интересно, они будут за свой счет этим заниматься, или это все-таки участие нашего бюджета, федерального бюджета? — Нет, конечно, это за свой счет. Это как раз предусматривается и текущий ремонт, и ремонт после завершения этого строительства за счет тех денег, которые выделены на строительство им-12. Вот давайте такой пример. Вот сейчас возили на седьмом участке Щебень, например, крупногабаритным транспортом, и многие участки, не многие, но на автодороге, например, «Аниш», «Канаж», «Янтиково», «Янтиково», «Большие Кайбицы», произошло разрушение. Сейчас мы договорились с строительной компанией «Автодор», которая является генподрядчиком на данном участке. Они 21-го числа выходят на ремонт данных участков. И в течение недели, недели-двух недель, должны данные участки восстановить. То есть они будут восстановить после того, как разрушили тот или иной участок. Но я думаю, тем не менее, со стороны жителей все равно будет поступать достаточно много обращений, достаточно много жалоб, потому что мы организовали таким образом работу, определили те дороги, по которым мы должны перевозить грузы. Но перевозчики сами, знаете, они же не будут соблюдать, будут выезжать на те дороги, которые не предусмотрены в данном соглашении. Поэтому, наверное, какие-то конфликтные ситуации будут возникать. Вы готовы их решать? Да, конечно. То есть обращаться нужно будет в Минтранс? Да, Минтранс. Мы будем курировать это строительство, и, соответственно, мы непосредственно общаемся с генеральными подрядчиками, автобанами и автодор, которые занимаются строительством данных участков. Владимир Михайлович, ну понятно, что это далеко не единственная наша задача на этот год. Сезон дорожных работ уже начался. Что в приоритете на это лето? В приоритете, как обычно, это безопасные, качественные автомобильные дороги, национальный проект, в котором мы участвуем до 2024 года. На этот год запланировано по программе БКД ремонт 94-х километров дорог. На это выделяется 2 миллиарда 520 миллионов рублей. Из них 680 миллионов – это деньги, федеральные деньги. Ну и кроме этого запланирована еще следующая работа. В этом году готовим проект по обходу города Ядрина. После того, как проект будет завершен, будет получено заключение экспертизы, положительное заключение, мы обратимся в Федеральное дорожное агентство с просьбой софинансировать строительство данного участка, чтобы завершить. Но пока ориентировочная стоимость этого участка около 700 миллионов рублей. Пока ориентировочная, потому что проект еще не готов. Вторым, даже не вторым, нельзя так расставлять по первым, вторым. Это все главное. В этом году также приоритеты находятся. Второе главное направление. Это завершение, также проектирование грунтовых разрывов Морпосад и между Морпосадскими и Козловскими районами. Тоже, после того, как проект будет завершен, мы приступим к ликвидации вот этого грунтового разрыва. Это порядка 3-4 километров. Но там, конечно, объем будет достаточно большой, потому что кроме ликвидации самого разрыва, 3-4 километров, мы еще планируем реконструировать порядка 10 километров подъезда непосредственно к этому разрыву. Кстати, сегодня был Высший экономический совет, и когда выступали, определяли перечень работ на следующий год, значит, у нас по Янтикову тоже возник такой неожиданный вопрос. Там, значит, они просят, руководитель или глава Янтиковского муниципалитета, просят построить дорогу, объезд самого села Янтиково. И вот сейчас мы тоже уже, это не в приоритете, но на следующий год планируем, например, запроектировать данный участок, и потом будем определять источники финансирования данного объекта. Ну, и кроме этого, мы участвуем в таких программах по ремонту, по строительству сельских дорог. К большому сожалению, на этот денег у нас не так, недостаточно, так скажем, как бы хотелось, но тем не менее мы эти направления тоже не забываем. А по городу Чебоксары? По городу Чебоксар в этом году достаточно большой объем работ, в частности по Чебоксарам, если брать только Чебоксары, это порядка 820 миллионов рублей по программе БКД. Мы должны достичь таких показателей, 73% дорог в город Чебоксары должны соответствовать нормативу. 73% на сегодняшний день это 67,6%. Постепенно, шаг за шагом мы к этой точке подходим и думаем, что в конце года мы достигнем плановых показателей. А если брать в целом агломерацию Чебоксарскую, куда входит и город Чебоксарск, и Маргаушский район, и Чебоксарский район, в этом году запланировано порядка миллиарда 360 миллионов рублей общая финансирование всех дорожных работ по агломерации. Так что город, или вернее Чебоксарская агломерация, она не остается в обеде, здесь достаточно активно участвуем в работе по ремонту. Подрядчики уже определены на все участки? Не на все. Есть уже конкурсные процедуры, которые завершились, есть еще процедуры, которые должны пройти, но планируем, что до 15 июня будут завершены все конкурсные процедуры и завершится контрактация. До 15 июня уже все должны законтрактоваться. И, соответственно, потому что задача стоит очень сложная, мы, допустим, до 1 июля в этом году должны освоить уже около 50% федеральных денег, которые выделяются республике. Ну, это порядка 340 миллионов рублей. Поэтому к 1 июля объем работы должен быть выполнен достаточно большой. Ну что ж, спасибо вам большое за такие подробные ответы. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Владимир Осипов. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok